я начинаю сначала прокладывать общие пятна вот так работаю в основном по мокрому это значит вот если я намочила место значит я уже там буду добавлять какие-то краски и другие дополнительные оттенки чтобы она все сразу растекалась и выглядела максимально гармонично и естественно старайтесь когда вы пишете акварелью фигуру лучше сделать светлее чем перетемнить потому что если вы сделаете темнее чем есть на самом деле потом очень сложно будет это все исправить следовательно делайте все светлее я сразу здесь захожу на волосы потому что они у меня темные если вы готовите вашу голову если вы думаете что вы его делаете 2 3 2 2 9 12 Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что потом вам предстоит по этому эскизу делать работу. Если вам сложно решить работу в тоне, вы можете сначала сделать набросок карандашом, решить где что будет темнее, где будет светлее, а потом работать красками. У меня в принципе очень перекликается поза, одежда, даже не то, что перекликается, я в общем-то использовала все то же самое, что и в прошлой работе. Просто я сменила ракурс и уже вписала в интерьер, так чтобы у меня было пианино. Продолжение следует... Не бойтесь добавлять дополнительные оттенки в волосы, сделать их такими немного разноцветными. Здесь самое главное решить по пятнам и по цвету, где что будет, а детали уже будут на большом формате. В эскизе это не так важно. Если вы решите делать автопортрет, но у вас не получится передать характер, то есть сделать так, чтобы было похоже на вас, ничего страшного. Самое главное, чтобы вы попробовали. У вас сейчас не должна стоять задача передать какие-то черты лица, схожесть человека. Вам самое главное уловить пропорции и красиво нарисовать в цвете. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь нужно сделать фон. Фон я полностью буду писать по-мокрому. Вообще в принципе можно было с него начать, но мне было удобно сначала сделать фигуру. Я пишу фон вместе с ногами, а ноги потом доработаю. Я пишу фон вместе с ногами, и я пишу фон вместе с ногами, и я пишу фон вместе с ногами. И я пишу фон вместе с ногами, и я пишу фон вместе с ногами. Смотрите, как у меня интересно получается. Пока еще все очень мокрое, оно достаточно темное, но через некоторое время, когда полностью окорель высохнет, она станет светлее намного, практически даже в половину. Поэтому если мне нужно где-то что-то высветлить, либо утемнить, я это делаю сразу. У меня есть фортепиано, оно у меня темное, но в некоторых местах я хотела бы его выделить. Вот, например, клавиатуру, вот здесь у меня будут ноты, но еще очень хочется оставить ему силуэт, виден так, чтобы, как и человека, я хорошо его различала издалека. То есть если бы я смотрела на картинку, которая висела на стене, и я ее нечаянно заметила в нескольких метрах, чтобы мне было понятно, глядя там с нескольких метров на расстояние, что это именно фортепиано, не просто какое-то темное пятно с белыми кусками посередине. Для этого мне нужно сделать фон либо светлее, либо темнее, так, чтобы оно констрактировало... 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 Так, чтобы оно было на контрасте. Констрактировало... 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 И с человеком все, в принципе, то же самое. Мне нужно сделать так, чтобы темный силуэт был на светлом фоне. Поэтому здесь около плеча я вообще делаю максимально светлое, насколько у меня это получается. Но здесь, справа, я делаю немного темнее, чтобы была разница, но все равно, чтобы силуэт сохранялся. А волосы можно оставить темные на темном. Ну, чтобы человек не был таким прям совсем вырезанным. А волосы можно оставить темным на темном, ну, чтобы совсем это не смотрелось вырезанным человечком. Потом все остальное можно уже там подправлять, дорисовывать. Добавлять каких-то деталей. Ноги у меня будут тоже темные на темном, но все равно они должны быть хорошо видны. Чтобы было понятно, где что находится. Портопиано я сейчас не буду сильно прорабатывать. Мне она не надо в этом плане. Я это уже буду решать на большом формате. В принципе, вот такого эскиза достаточно будет для того, чтобы можно было уже что-то делать на формате. Если захотите более детально проработать, вы имеете полное право. Вы можете спокойно все дорисовать, проработать там пальчики, например, пропорции лица. Ну, только если вам это, конечно же, хочется. Но в целом задача эскиза состоит в том, чтобы вы решили силуэт, композицию и выбрали, какими будете писать красками. То есть, чтобы были уже оттенки видны и понятны. У меня это будет в такой холодной гамме. В принципе, у меня все устраивает. Может быть, немножко получилось где-то места грязноватые, но ничего страшного. Потом уже, когда буду писать на следующем занятии, где-то что-то я буду подправлять и добавлять другие цвета. В качестве домашней работы я вам даю нарисовать эскиз. Без эскиза я не приму работу сразу. То есть, если вы мне будете присылать на второй и третий урок уже сразу на формате, а эскиз мне даже не покажете, я не буду принимать работу. Всегда начинаем с эскиза. Это железобетонное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать. Сначала вы мне присылаете эскиз, и я должна вам указать на основные ошибки в композиции и, может быть, еще где что нужно будет подправить. Например, в пропорциях, и только потом уже переходим на большой формат. К следующему уроку, как только вы все закончите, я вам все приму, будем уже рисовать на большом формате. Так что желаю вам успехов, буду ждать от вас работу. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok